всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня хочу вас познакомить с одним очень классным на мой взгляд испанским совершенно классическим блюдом и сразу предложу не пугайтесь якобы сложности ингредиентов здесь главная принцип приготовления а набор продуктов может быть практически какой угодно итак сегодня у нас меню роз кальдоса что можно приблизительно перевести с испанского как рис бульонный это то ли очень густой суп из риса с разными продуктами то ли жидкая каша размазня сейчас сами разберетесь готовить его из риса с морепродуктами а роз кальдоса de marisco готовят его из мяса с рисом понятно готовят этот рис с птицей готовят от рис с овощами короче варианта кто во что гораздо я собираюсь приготовить с морепродуктами поэтому накупил свежие рыбы и морских гадов первую очередь конечно для красоты картинки и так подробности здесь у меня сырые красные креветки не обращайте внимание на красноту они такими родились гамбас рохос а это обычные серые за совсем уж крупными не гонялся ну и откровенную мелочь не брал следующий представитель подводного царства такие вот маленькие кальмарчики тоже взял больше для вида признаться честно ну и для разнообразия вкуса незначительного и теперь на разделочный стол приглашаются внимание оркестр играет тушь бьют барабаны морской черт вот такая вот страшидла в испании называется рапе эта рыба состоит почти из одной только головы зубов очень острых все загнуты вовнутрь и такой плотной шкуры основное достоинство это голова состоящая из одних почти только хрящей второе немаловажное достоинство это то что кости у нее тоже только хрящевые острых колючих нет и третье очень плотное мясо вообще можно сказать про рыбу что у него мясо пишите в комментариях надо постараться снять шкуру да так вот мясо очень плотная его можно довольно долго варить не опасаясь что она развалится почему я снимаю шкуру потому что она дает очень сильный йодный привкус а это совсем не то чем не хотелось бы получить в готовом блюде из головы крепто я собираюсь варить бульон а вот плоти делю пока хотя морской черт и не подвержен расползанию в хлам как даже треска ну пока бульон сварится затем пока рис так ну с насильником разобрался теперь дело за ракообразными для получения действительно вкусного блюда нам понадобится биск концентрат бульона в данном случае из морских гадов я уже показывал ролик с подробностями приготовления но для тех кто в свое время его пропустил покажу все здесь но так сказать уже факультативно за подробностями туда для начала требуется немного ароматизировать масло чесноком мелко рубить его не стоит может сгореть масло лучше брать extra virgin но не делайте сильный огонь это и для здоровья вредно да и продукты начнут гореть то есть вкус ухудшится катастрофически теперь дело за панцирем тоже необходимо немного обжарить помешивая так и вкус усилится пары тройки минут хватит хотя нет забудьте про часы на кухне все зависит от условий к в которых вы готовите от количества в конце концов если вы в эту кастрюлю вывалите пол кило панцирь то естественно не за какие там не за две не за пять минут они не приготовятся у вас же панцирь сырых креветок вот и смотрите за их внешним видом после того как они покраснеют две минуты и готова можно следующий операции проводить я имею ввиду добавлять нарезанный лук его тоже надо немного потомить до мягкости на самом-то деле именно работа с бульоном позволяет очень сильно варьировать вкус готового блюда обжариваете лук чеснок другие овощи и креветки посильнее получаете более резкий более насыщенный вкус томите чуть поменьше помягче и вкус бульона мягче получается еще хочу добавить морковь она придаст дополнительную сладость в этом бульоне луковые сахара смешает сахарой морковью и это правильно вы же знаете что в обычном речи там луки содержится до 4 процентов сахара а в моркови там до пяти нет конечно же есть сорта где лук там 10-12 процентов сахара содержит и морковь гораздо более сладкая к чему это я и потому что вы не обращали внимание на точные пропорции закладки продуктов в какое-то блюдо потому что продукты разные и плагать в первую очередь нужно на свой нос на свой язык на своих концов это у меня томатная паста очень вкусная такая насыщенная можно использовать конечно и свежие помидоры натереть их на терке или порубить просто помельче и вот теперь самое время закладывать голову черта с его хребтом парочка листочков лавра отлично можно заливать водой сразу же посолить нужно дождаться закипания и проварить минут 20 вариантов приготовления такого бульона на средиземке величайшее множество разнятся соотношение между овощами и рыбой разница порядок закладки вот я чаще всего сначала овощи томлю слегка даже обжариваю их а потом закладываю рыбные кости иногда делают в обратном порядке очень вкусный бульон получается если не менее 50 процентов всех рыбных костей это кости конглю в россии называют еще креветочная рыба ну в общем отличное поле для экспериментов встретимся с вами через 20 минут из панциря все что нужно уже выварилось остается удалить отсюда крупные кости и можно будет блендировать теоретически можно и без блендера обойтись то с ним лучше бульон такой более яркий более насыщенный получится буквально парами и можно процеживать бульона с этого количества продуктов получилось много и я естественно его сейчас использую далеко не весь часть отправлю в морозилку и может быть как-нибудь двойку из приготовлю отлично и выдавить все самое вкусное до капли супер и вот собственно только с этого момента и начинается сам процесс приготовления орос кальдоса ну или кое-беса если у вас в морозилке лежит такой вот замороженный бульон приступим видите даже кастрюлю специальную притащил рыбную итак поехали здесь надо разогреть оливковое масло конечно же ароматное и сразу же выкладываю нарезанный лук и чеснок заметили что сегодня вас не мучаю крупными планами нарезки лука чеснока это потому что сейчас буду мучить крупными планами нарезки сладкого перца это сладкий здесь такой сорт называется итальяна итальянский он не такой сладкий как вот этот крупный красный болгарский но тоже имеет достаточно приятный аромат впрочем как я уже сказал абсолютно не важен набор продуктов вы можете вообще замороженные овощи сюда класть тоже будет классно может он не такой фотогеничный как крупный красный болгарский тоже и лучше зато больше внимания привлечет вот этот нож добавлю рис сначала еще немного вот этой вот томатной пасты она и цвет добавит и дополнительной яркости но теперь рис его надо перемешать чтобы он впитал все эти ароматы совершенно потрясающие есть нужно использовать круглозерный такой же как идет например в ризотто ни в коем случае не используйте какой-нибудь пропаренный будет совершенно не то еще хочу добавить немного зеленого цвета вот прикупил свежей фасоли надо ее подготовить срезать концы кстати крис уже можно отправлять бульон отлично перемешать и вот теперь огонь сильный мне требуется очень бурное кипение сейчас основная задача получить хорошо такой разварившийся снаружи рис испанцы любят писать свои волшебные циферки пишут что точно 18 минут после закладки риса на самом деле сорта риса разные они тут используют как правило бомбу вы могут какой-то другой будете использовать краснодарский например короче смотрите за внешним видом как только поверхность начала разваливаться внутри он еще твердый время закладывать рыбу то есть состояние его должно быть аль денте на зубок фасоль совсем молодая сварится быстро поэтому закладывать и воду одновременно с рыбой если уже вас пожестче можете ее пораньше положить кальмаров тоже надо резать кусочками не мелкими не особенно крупными я их видите даже чистить не стал потому что молоденькие совсем и вот это вот их шкура красная придает очень такой оригинальный вкус и аромат если фасоль можно вообще не добавлять все целиком и полностью на ваше усмотрение говорил уже не раз повторюсь еще раз порядок закладки продуктов зависит того какие продукты вы используете если у вас как у меня морской черт готовить так как я если какая-нибудь быстро разваливающаяся рыба ну треска например кладите ее попозже используйте кальмаров смотрите на то какие они молоденькие быстро готовятся старые толстенные здоровы долго готовятся если виде будете использовать и закладывать одновременно с ветками и совсем немного времени нужно до готовности учитывайте это пора закладывать рыбку у меня прошло 16 минут сейчас вот опять закипит и можно убавить огонь до среднего в смысле чтоб кипение было среднее морскому черту нужно минут пять-шесть в таком слабо кипящем бульоне после чего можно закладывать кальмаров теперь сюда отправляется кальмары и наверно сразу фасоль и перемешать и знаете площадь в кастрюле большая наверно можно чуть-чуть бульона добавить так вообще далеко бульон не убирайте потому что в первый раз когда будете готовить наверняка под свой рис и под свой размер кастрюли не угадаете точно сразу необходимое количество бульона поэтому оставьте рядышком и при необходимости отрегулируйте желаемую густоту и вот на этом этапе надо пробовать блюдо бульон то мы солили конечно но достаточно или нет это выяснится только сейчас потому что вариться ему осталось буквально пять минут очень хорошо удачно угадал солью в бульоне поэтому даже до саливать не надо и лук и морковь достаточно сладкие были до и в томатной пасте и сахар и кислоты все в меру просто прямо идеально доволен вы же смотрите по своим продуктам вполне возможно вам придется не только досаливать но и досыпать сахара потому что все таки очень важное сочетание в этом блюде это баланс между соленостью сладкостью и кислотой кислоты должно быть совсем мало а вот сахара и соли более чем достаточно все закладываю креветок перемешать и через пару минут уже за стол с креветками же главное не переварить и нагрев стоит выключать тогда когда еще полу готовые на остаточном тепле прекрасно дойдут вот такой то ли очень очень густой суп уже не суп наверно нет скорее все таки каша размазня вот эти режимы готовки использование такого бульона и позволяют создать такую классную крахмалистую текстуру обожаю просто обожаю это да это каша по сути но эта каша с большим количеством сладости моркови и лука с очень ярким вкусом морепродукт морепродукты морского черта надо сюда утянуть такого плотная мякоть плотная смысле не разваливающийся так он очень мягкий конечно но не развалился на пластинке не расползся по всему этому мороз кольдоса и по вкусу очень очень яркий насыщенный прям люблю ну и позвольте мне креветку или кальмара давайте сначала кальмара нет не сначала сразу и кальмара и креветку не в одной росырии в окрестный я такого классного росхольдоса не ел не потому что какой-то крутой повар да ни черта подобного дело в том что очень сложно угадать ровно тот момент когда нужно заложить кальмаров когда креветок и когда я все это быстро снять с огня потому что вот буквально через 15 минут креветки и кальмары здесь скорее всего станут уже тверже потому что у них очень маленький период вот этот от хорошо дом уже не очень в ресторанах всегда большое количество народу там просто не успеваю тебе приготовить ровно идеально и вот ровно как тебе надо ну ищет кешни ходит крутой ресторан с тремя мишленовскими звездами поэтому такие штуки нужно готовить дома возможно с первого раза вам сложно будет угадать время закладки кальмаров креветок не знаю рыбу которую будете закладывать но уже на второй максимум на третий раз вы получите такое блюдо какое ни в какой испании ни в каком грунтом ресторане не получите так что берите этот способ на вооружение пробуйте импровизируйте и спасибо вам за компанию всем пока